Военно-патриотический клуб из Алатыря вышел в финал престижного конкурса «Победа». Участие в нем принимают представители всех поволжских регионов. Алатырские школьники уже обошли сильнейших конкурентов и теперь ждут оглашения результатов. Здесь у нас военно-историческое оружие, то есть самозаэтный виток токарю знаменитый, который прижилась в Великой Отечественной войне только в морской пехоте ввиду своей капризности. В коридоре макеты оружия разных лет, на стенах камуфляжная сетка, в центре зала икона святого адмирала Ушакова. В этом учебном классе у ребят принимают и экзамены по стрельбе из автоматов и пистолетов. Тир интерактивный, мишени проецируются на специальном экране. Попасть в такие цели довольно непросто. Клуб «Ушаковцы» в Алатре появился три года назад. Все ребята здесь морские пехотинцы. Чтобы получить вот такой черный берет, каждому воспитаннику необходимо доказать, готов ли он в будущем стать настоящим солдатом. Руководитель клуба когда-то и сам проходил срочную службу в береговых ракетных подразделениях военно-морского флота. Поначалу Дмитрий Марков обучал рукопашному бою учеников воскресной школы. И именно здесь решили создать курсы подготовки юных пехотинцев. На благое дело преподавателей даже благословил митрополит Чебоксарский-Чувашский Варнава. Очень быстро мы из воскресной школы юрского храма переросли в другое структурное подразделение. Там места нам стало мало. Мы начали просить предоставить нам помещение больше, город нам пошел навстречу. Но так в 2012 году у нас родился военно-патриотический клуб «Ушаковцы». Сейчас в клубе обучаются порядка 40 ребят. Руководители говорят, что попав сюда и одев фаедную форму, подростки меняются на глазах. Они становятся настоящими патриотами. На одном из соревнований нашему бойцу было предложено снять нательный крестик. Ну вот я был горд ответом нашего Паши, который сказал, ну оторвут мне голову, оторвут, значит судьба моя такая. Крест снимать не буду. Если он сейчас не снял крест, значит он снимет его уже никогда. Строевая подготовка и азы владения оружием эти тренировки в клубе устраивают постоянно. Военному делу ребят обучают и солдаты местной воинской части. Постепенно, качественно стал уже клуб, конечно, состав клуба. Благодаря его руководителям меняться. И теперь уже даже действующие военнослужащие могут что-то почерпнуть уже отсюда в плане экипировки, в плане порядков. А это уже тренировка в полевых условиях. Задача молодых бойцов задержать группу террористов. На пути их автомобиля ушаковцы устраивают засаду. Задача ребят усложняется. В салоне автомобиля обнаружены подозрительные ящики. Бойцы связываются со штабом. Скорее всего, это ядерный заряд. Принял. Ждем химиков, занимаем оборону. Вас понял. Отряд химиков на квадроциклах прибывает на полигон уже через считанные минуты. Соблюдаются все меры безопасности. Бойцы облачены в защитные костюмы и противогазы. Ящики исследуют с помощью специальных приборов. Свои действия на подобных учениях ушаковцы отрабатывают до идеала. Захват боевиков, минирование территории, разведка местности, сценарии тренировок меняются постоянно. Нас учат ставить растяжки. У клуба имеется большой запас различных учебных мин, растяжек. То есть нас учат с ними обращаться. В мои обязанности входит прикрытие группы. То есть я являюсь, по сути, основной огневой мощью. В клубе азы военного дела познают и девушки. Даже несмотря на наведенный марафет, они наравне с юношами бегают по полигону с автоматами. Говорят, что это им пригодится в будущем, по крайней мере за себя. Они уже готовы постоять. Мы попали сюда случайно, нас просто знакомый позвал. Нам просто очень понравилось. Это дисциплинирует очень сильно. Это очень большая ответственность, когда тебе, допустим, командир дает задание, ты его выполняешь. Связать свою жизнь с военным делом в этом клубе планируют большинство ребят. Но пока ушаковцы готовятся к 70-летию победы, 9 мая они займут свой пост у памятника героям-освободителям. Митриковалев и Андрей Спиридонов. Республика.